Весы, доброго времени суток! Рада вас приветствовать на своем канале. В данном видео хочу предложить для вас Тороскоп на октябрь 2018 года. По традиции, карты вам покажут общую атмосферу месяца, а также события, которые наиболее вероятно отыграются у вас в сфере работы, финансов, здоровья, личной жизни. И карты дадут вам совет, как наиболее благоприятно и продуктивно провести данный месяц. Работать я сегодня буду с Тороснов. Это для тех, кто сам практикует Торо, либо интересуется Торо. Так, ваша задача расслабиться, настроиться на расклад. Напоминаю, что выполняется расклад для широкой аудитории. Однозначно он не может для всех проиграться. Поэтому вам необходимо смотреть не только по знаку своего зодиака, но и желательно посмотреть по знаку своего асцендента, да, чтобы сопоставить, как проиграется у вас событие. Итак, общая атмосфера месяца. Как у вас отыграются события в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Давайте смотреть. Итак, общая атмосфера месяца. Так, а здесь у вас ситуация крушения или же не для всех. Повторюсь, башня не всегда ситуация крушения. Для многих это может быть непосредственно напрямую связано с недвижимостью. Башня отвечает за недвижимость. Не знаю, вопрос купли-продажи, переезда, смены места жительства, аренды. Ну, давайте дотяну, чтобы мы уже четко прояснили ситуацию. Поэтому не воспринимайте всегда башню как негатив. Девятка кубков. Ну, вот здесь все-таки, как по мне, связано непосредственно с недвижимостью. Либо переехать на новое место, либо купить жилье себе. Девятка кубков – карта удовольствия, карта радости. Поэтому здесь именно данный аркан я не воспринимаю как ситуацию негатива. А здесь я воспринимаю как ситуацию, связанную с жильем. Безусловно, вы потом отписываетесь, как у вас проигрывается или нет. Но на общую атмосферу месяца это удовлетворение от проделанной работы. Как я говорю, вопросы купли-продажи, либо аренды, либо связано, может быть, с наследством получить, ненаследство и так далее. Но вопросы именно по недвижимости. Итак, давайте смотреть. В плане работы. В плане работы карта Луна. Так, но здесь, смотрите, могут быть происки конкурентов. Ситуация обмана. Сейчас тоже дотяну, уточню. Поэтому держите ухо в остро. По этой карте. Не то, чтобы кто-то вас будет пытаться подсидеть, но какие-то козни сплетни за вашей спиной и так далее. Слухи, ну, с позиции конкуренции. Все это вероятно. Так, да. Вот видите, ситуация агрессии какой-то направленной против вас. Перевернутый король мечей. Здесь могут быть по этой карте, если вы наемный работник, все, что связано, знаете, по наводке проверяющей инстанции, организации и так далее, дабы, скажем, каким-то образом, скажем, обредить вашей репутацией. Не могу сказать, что каким-то образом вас взять с потрохами, нет, но вот каким-то образом, да, насолить. Если вы безработный на текущий момент, здесь ситуация трудоустройства и не пахнет. Если у вас вы бизнес, ситуация для вас проявляется аналогично. Поэтому будьте внимательны. Что же с позиции финансов? С позиции финансов карта отшельник. Здесь нет роста финансов, здесь ровно, то есть как было, так и будет. Нет, ситуация стабильности, ситуация благосостояния, но вот как у вас было в плане финансов, ситуация не поменяется. То есть не будет ни в худшую, ни в лучшую сторону. Ровно. Это, знаете, как законсервировать то, что у вас есть на текущий момент. С позиции здоровья. Перевернутые повешенные. Это выйти из ситуации кризиса какого-то. Например, если у вас была ситуация послеоперационная, то это будет ситуация реабилитации, восстановления. Потому что сам по себе перевернутый повешенный, он очень часто указывает на то, что, например, вы можете даже не замечать какой-то развивающейся болезни из-за факторов, которые вас волнуют. Поэтому, если даже вы слышите какие-то первые звоночки, что-то вас беспокоит, пожалуйста, обращайте на это внимание. Не пускайте ситуацию на самотек. Чтобы болезнь переросла, ну вот это вот, нечто большее. То есть задавите в зародыше. В плане личной жизни давайте смотреть. На плане личной жизни семерка мечей. То есть если вы одиноки, здесь ситуация не поменяется. В каком плане? Будут флирты, будут знакомства. Но все пустые, все проходящие. Потому что люди вам попадаются неискренние. Люди с обманом, с какой-то, знаете, камень за пазухой, с подоплекой вопроса. Если вы уже состоите в отношениях, то здесь тоже ситуация неискренности. Очень часто это карта обмана, карта предательства, либо жизни на две семьи, либо же партнер от вас многие вещи скрывает. Поэтому, ну, прислушайтесь, присмотритесь. Есть ли место этому быть? Ну, давайте я дотяну вам сюда карту. Что же у вас здесь? Ну, карта смерть. Ситуация трансформации. Здесь может быть окончание отношений. Причем, вот по этим картам, знаете, как насильные. Из-за какого-то влечения на стороне. Поэтому, смотрите, что касается личной жизни, то здесь сама по себе ситуация не является плодотворной. Что же с позиции совета? Здесь падает королева жезлов. Карта указывает на женщину-обменные стихии. Это овен, лев или стрелец. Ситуация помощи, ситуация какой-то поддержки с ее стороны. Неважно, мужчина вы или женщина. Если в целом, то карта, вообще-то, Аркан отвечает за работу. Она призывает вас проявить смекалку, проявить выдержку, показать ваш потенциал, ваши возможности, отстаивать ваши интересы, бороться за ваши интересы. Но и в целом, карта о чем говорит? Что вы сильны, вы неординарны, талантливы. Но вам нужна решительность и независимость. Только в этом случае вы можете рассчитывать на успех. Но, как говорит карта, ваша энергия, ваша смекалка поможет вам направить ваши действия в нужное русло и добиться хороших результатов. То есть обойти все вот эти перипетии, которые вас здесь ждут. И здесь в том числе. Поэтому не переживайте. Я понимаю, что для вас ситуация уже который месяц затяжная, не совсем радужная, но тем не менее. Ну, у всех бывает в жизни такой период. У всех знаков зодиака, а не только у вас. Ничего критического здесь я не вижу. Если будете трезво оценивать ситуацию, сможете достойно из нее выйти. С высоко поднятой головой. Чего я вам искренне желаю. Пусть у вас будут только самые благоприятные моменты. Вот таким вот вышел расклад. Отписывайтесь, пожалуйста, впоследствии, как у вас проигрываются, либо не проигрываются расклады. Я буду вам очень признательна за обратную связь. Ну, с вами была Ева Лехцер. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok